Пу-пу-пу, дисклеймер. В концовке. Давай щадящий, потому что если тут опять накосячили с управлением, как помнишь, в предыдущей части это вообще жопа будет. У нас выскочило какое-то предупреждение. И все. Я его случайно пропустил. Ну ладно, что, бывает. Давай-ка просто посмотрим, что здесь за игра. Потому что первая вышла страшно, вторая нет. Так как они сеяли ветер, то и пожнут бурю. Осетия, ауф. У каждого выбора есть последствия. Да, я в курсе, что у меня аж футболка стянулась. Некоторые решения спасают жизнь. Ой, Египет. Другие же ведут к смерти. Ну, походу, сейчас это единственный способ не попасть в Египет, да? Выбирайте с умом. Ну, я понял, это в каждой части антологии нам говорят про то, что да, у нас есть последствия после каждого выбора. Единственное, что последствия давайте мне нормальные. Чтоб нажимать я успевал. Чтоб вообще мышка двигалась. О! О! Акад. 2220. До нашей эры, короче. 2231 год. Какая-то странная у вас вечеринка, ребят. Я на такую не пойду. Никакого гейства. Гейства, только мужской секс. Мольбы не помогут. Твоя кровь дань для нашего царя. Твоя жертва избавит нас от проклятия. Генерал! Прости меня. Царь требует, чтобы ты явился. Боги с тобой. Пока. А его не смутило... А его не смутило, что он предыдущих пятерых уебал, и это их не спасло? В общем, он решил, что шестой. Что? Нет. Удача не для псов. В смысле? Генерал! Нельзя здесь оставаться. Царь! Его безумие может погубить нас всех. Этот храм проклят. Уж лучше сдохнуть тут, чем снаружи от чумы и голода. А че у него с бородой? Выполняй приказ. Не лежи. Пацаны, не лежите змеем. Видели, че с бородой будет? Кошмар. Мне ж нажимать, скорее всего, надо будет. Мне это ведомо. Я вижу все. Ну, оглядись. Этот зал недостойная плата за мои проступки. Богов что, не радует его великолепие? Гути и близко, генерал. Бог Луны направил против нас свое войско. Я немедленно соберу воинов. Так. А что там внизу? Ступеньки. Внизу сотни пленников мой царь. Чтобы убить их нужно время. Но у нас не осталось времени. Неважно. Кровь этого войска насытит пески. Мы завершим жертвоприношение. А начнем с нее. Попала девочка. Скажи, генерал. Кого ты видишь, глядя на нее? Я не... Разве не напоминает она о твоей дочери? Сколько ей было бы лет? 18. Так мало. Эта чума принесла столько горя. Чуть смотришь на меня. Убей ее. Так, он... Не лучше ли оставить ее в живых, как прикажете? Не. Пошел в жопу. Разве не лучше сохранить ей жизнь? Она разведчица. Мы узнаем планы Гути. Во-во. Каждая капля крови приближает нас к спасению. Пусть она умрет. Ага. Ага. По-моему, я как раз наоборот кнопки нажимал. Не те, да? Надо было левую, я нажал правую. Надо правую, я левую. Так какой надо нажимать? Та, которая белым обозначена, или та, которая черным? Что за прикол? Сейчас копье кинет. Ага. Вопрос. А зачем мне сначала дали шанс ее спасти, а потом дали шанс ее убить? Тупо. Или это я тупой? Я мог просто не кидать копье. Я-то думал, я за девочку эту играю. А нет, меня кинули. Секир башка. Что, прям убил насмерть? А, нет, только голову отрубил. Все нормально. Ты бы рот закрыла. Тут видишь, неадекватные какие-то. Пожди, я за этого буду играть, что ли? Тут неожиданно. Мы все время в современности играли. А сейчас в Египте какой-то. Так. Умано. Ну, это ж тупо. Че? Охранник какой-то тупой, явно. Да невозможный тупой. А вот этот умный. Походу, мы за умного и будем, да? Ой, я недавно, кстати, наискакел. Там такие же шарики были черненькие. И беленькие были. Фига у вас лампочка. Конечно. Я в Египте ни разу не был, но по-моему, сфинкс по-другому выглядит. Нет? Да, по-моему, чуть-чуть по-другому. А это че? Затмение? Начало прям очень эпичное. Мне нравится. Надеюсь, не будет, как в предыдущих частях, во всех предыдущих. Херня, типа, ой, мне мерещится, и чтобы я не убил своего. Типа, знаешь, как был мерещился демон, и я его хотел убить, но это оказался мой человек. Ну и мне показалось. Вот это было уже в двух частях из двух. Надеюсь, третий не так будет. Ну-ка. Че за крики? Че за ор? Я за этого серьезно буду играть. О, ништяк. Значит, ни с кем воевать не придется. Они тут уже все сдохли. Нормас. Сейчас снимет маску, а там находится он сам. Прикинь. Это кидалов будет, конечно. Если там рассчитан засов, почему он не поставит то, что там рассчитано? Зачем он тонкую палку вставил? А где вообще поблизости засов этот? Не надо его убивать пока что. Помоги мне! Что это там? Что сделали Акации, чтобы навлечь такой гнев? Мы проклятый. Наш царь проклял нас. Вы думали, демоны вы. Напрасно. Иди ты, демоны, демоны, демоны. А теперь и он безмолвен. Даже после смерти дочери я не узырел истину. Последовал за клубцом в беде. Его участь не должна стать нашей. Это ваш храм. Думай же! Можно пройти через катакомбы. Что, довериться тебе? Выбора нет. Огадец! Стой! Ты видел там деревянные двери? Они вот так вот слегка приоткрылись и потом обратно закрылись. Но там был вот эта железная палка или деревянная. В любом случае назад бы и в ворота не закрылись. Если бы железная, она погнулась и приоткрытые остались. А если бы деревянная, то вообще бы сломалась и они открылись. Это что там за материал такой был, что он обратно принял форму? Ладно, допустим. Помоги мне. Очень шикарный фильм, только я поиграть рассчитывал. А, все-таки правильно. То, что белое, это значит я должен нажимать. Значит, в прошлый раз я играл не за девчонку. Ну, сорян, ну случайно убил. Ну, бывает. Со мной. За этой гробницей есть выход. Что? Да. Гробница для строителей. Идем. Ну, я понял. Все, я понял. Мы же во всех так частях играли. Помнишь, человек из Медана сначала играл за тех, кто на корабле плавал, а потом мы играли на корабле. Потом, как его там? Литл Хоуп сначала. Я случайно. Я не ожидал. Окадец? Испугался крысы? Теперь я видел все. Я увидел, что там мышка появилась, и я сразу же нажал. Реакция, понимаешь? Реакция Мангуста. Так, нажмите левую кнопку мыши и удержите, чтобы поднять предметы. Используйте саму мышку, чтобы осмотреть. Выполняя некоторые религии, вы сможете обнаружить секреты. Найденные секреты можно просматривать на экране коллекции персонажей. Хорошо. Какие у нас тут секреты? Таракан. Классный секрет. О, теперь можно поиграть. Наконец-то. Тогда я пока посмотрю, меня видно? Да, меня видно. Как всегда, я великолепен. И продолжим. Так, используйте, чтобы... Ну, это понятно. Ну, я вообще не шарюсь. Я с факелами не часто хожу. Но, по-моему, он светит везде, а не то, куда ты посмотришь. Ага. То есть, у нас вместо картин теперь тут будут такие плиты, да? Хорошо. Ну, я смотрел. Слушай, а тут управление клавиатурой и мышь поставлено? А ну. Управление клавиатурой и мышь. Значит, смотри. Вот теперь, значит, сделали грамотно. Видишь? Великолепно. Теперь я не на буковке буду, а все равно на мышку клацать. Получается, они не смогли исправить ошибку в предыдущих частях, а не просто зайбошили новое управление. Красавчики просто. Используйте мышку, чтобы осмотреться. Здесь может быть скрытая информация. Зачем ваш царь разграбил храм? И где здесь скрытая информация? Ладно, пройдем дальше. Так, ну тут куча трупов, а для чего? А это, наверное, тех, которых они казнили, да? Что я тут был уже, вот этот шлем уже. Может мне ближе туда подойди? Ну там глубоко, нет. Я туда не пойду, я уверен, что я упаду. Чувствительец мышки, конечно, тут такое говно. Но это я уже смотрел. Ну да, я помню, и все, что ли. Тону, должно что-то еще быть. А вы же только что это закрыли. Помоги мне. Не, ну ты тоже гения. Рукой открывай, ты плечом надави. Ну, с плеча же сильнее, получается, ты всю массу тела используешь, что не только мышцы рук, правильно? Ты первый. Бояться нечем. Ты первый. Давай пиздуй. А, это же я. А что это я? Я не хочу первому. Что у тебя за украшение? История пути. Вы, Акадзи, стремились стереть нас с лица земли. О, знакомая ситуация. Но, поверьте, лишь начало нашей истории. Как выбраться отсюда живьем? Обеспокойся о своей шкуре, мы поможем друг другу. Враг моего врага. Мой друг. Соратники. Надежда есть всегда. Ладно, допустим. Зачем они убрали мечи и пожали руки, а потом... Ладно, это я хотя бы понимаю примерно. Так, а что там, за колоннами ничего не будет, да? Да, опять это... Почему уже делают третью они игру подряд с маленьким таким экранчиком плоским? Это вообще кошмар. Ладно, если у кого длинный экран, а если у кого не длинный, а нормальный, как у меня. Почему не сделали в настройках возможности сделать нормальный экран, либо плоский? Это ж одно движение. Да, конечно, с такими ногтями. Знаю. Аркадий? Паровозов что ли? Нам надо биться вместе. Нет, если побежать... Помрем оба. Готовь меч. Предать сражаться, сражаться, конечно. Вот, красавчик. Он демону хук справа прописал? Где-то слева был. А ты чё, я этому не поможешь, что ли? О-о. А, ну уже и нет смысла помогать, правильно? Быстрей, быстрей, быстрей. А, ещё одна херня. Даже две. Слушай, вот пока третья часть мне больше всего из всех нравится. Правда, учитывая, что это хоррор, а меня до сих пор ни разу не испугали, это странно. Но сделано, согласись, очень круто. Третья часть по сравнению с первой, второй. И я видел только что обожжённый глаз чей-то. Ещё один бан по авторским правам, но по музыке. Но самое обидное, бан по музыке, авторским правам, это ничего страшного. Я могу показывать просто бесплатно. И хрен с ним, я покажу бесплатно. Но смысл в том, что если видео фрагмент, то уже, прикинь, видео целое не допускается. Именно поэтому у меня Данган Ронпа. Не знаю, когда выйдет. Я сейчас пытаюсь с ними связаться, чтобы мне разрешили показать. Потому что у других нормально показывают, а у меня бан нормально. Интересно, а сколько тут ещё частей будет? Я это не пропускаю, потому что здесь показывают вот эти картины. Это отсылочки к следующим или предыдущим частям. Давай посмотрим, может узнаем, что... Вообще не очень грамотно сделали. Я это ещё говорил в первой или во второй части. Мне нравится, когда вот так вот на картинах сделали сразу много-много частей. То есть, они теперь могут эту историю бесконечно продолжать. Это очень круто. Ой, а чувак постарел. Смотри как. Приучайся к хорошей музыке. Он в доме, ориентируется по компасу. Вот это, смотри, кадр максимально эпичный. Чувак, о, горящий вышел из машины. Вот я сомневаюсь, что это в этой части будет. Стоите на самом краю пропасти. Чё? Ваше благополучие зависит от ваших решений. Они станут компасом на пути в неизвестность. Найдёте ли вы путь к спасению? Или же сгинете во тьме? Навсегда. Да ты что? Буду откровением. Вам предстоит принять непростые решения. Решения, которые повлияют на чужие жизни. И последствия этих решений очевидны не сразу. Рад снова видеть вас. Вам, наверное, не терпится начать. Тогда не будем медлить. Молодец. Как вам известно, я хранитель, коллекционер историй. Это да. Я слежу за всем, что вы делаете, записываю каждое решение и каждую ошибку. Это моё хранилище. В нём столько нерассказанных историй. Истории о друзьях и врагах, верности и предательстве, жизни. Вот, дом из пепла. И смерть. Я здесь. Не за тем, чтобы помогать вам. Впрочем, мне случалось нарушать правила. Время от времени. Да, я помню. Погрузиться в неизвестность в одиночку необычайно смело. Или необычайно глупо. Давай смело. Но, возможно, у вас есть потенциал. Я знаю. Вот. Позвольте дать вам небольшой совет. Время от времени вам будут встречаться изображения, указывающие на возможный исход событий. Присмотритесь. Они могут предсказать будущее, которого вам лучше избегать. Но, увы, наше время на исходе. Скоро мы встретимся и оценим ваши успехи. Или неудачи. Чувак максимально классно сделан. А еще знаешь, что я подумал? Будет охренительно просто, если сделают много частей, а последний и рак. 2003 год. О-о-о-о. Это будет максимально эпично, если сделать последнюю часть с этим главным героем, с писателем. Прикинь. Много частей, когда он собирал историю, и последний именно с ним. Вообще круто. Ирак 2003. Почему-то в последнее время я слышал это. Джейсон Колчик, первый лейтенант разведки КМС США. Полковник, как вы? Эрик Кинг, полковник ВВС США. Разум, неуверенность. Да так себе. Добро пожаловать. Вауна. Конференц-зал готов. Так, простите за ранний приезд. Извинения и терпения. Давай. Простите за ранний приезд. Время не ждет. Понял вас. С прибытием на базу. Можно начинать презентацию. Как только командир даст отмашку, приступим. Вот, прочтите. Это из Литл Хопа-то, девка. Не в курсе. Во дворце новый царь. Это она. Или очень сильно. Это мой ассистент. Осторожней с этим. Мой ассистент Клариса Стоукс. Доктор Клариса Стоукс. Колчик. Лейтенант. Колчик. Ну, куда идти? Смотри. Во-первых, она один в один, как Литл Хоп. Я, ну, практически. Чуть-чуть цвет волос поменяли, одежду и все. А так я узнал ее лицо. Это она. И второе, знаешь, что я еще... Я думал, мне показалось. О нет, это другая кто-то. О, это вот черный чувак. Это откуда? Я узнал. Это Рэйчел Кинг, старший офицер ЦРУ, команда Грубость. Никей, сержант разведки КМС США. КМП, пофиг. Может, это наш последний раз. А не, показалось. Я думал, это черный, это чувак из... После случая на командном пункте. Стрелы. Я был на краю. Но за эти недели ты так помогла мне. И я бы не выжил без тебя. Смотри, и у этой глаза вот такие вот охреневшие, ошарашенные. Что, в предыдущем было у одной? Что сейчас у нее? Рэйчел Кинг? Молковник Кинг прибыл на базу. Идет в конференцию. Дайте пять минут. Черт, это он. Рано. Кто твой муж? Может, пора ему во всем признаться? Приведи себя в порядок. Расчешись. Рэйчел. Так ты ему расскажешь про нас? Вы с Эриком уже год, как не вместе. Между вами все давно закончилось. А, все. Я уже думал, какой-то шлюши поступок. Я подумаю, как ему сказать. Нам нужно сделать перерыв. Милый, сейчас неподходящее время. Херня, но всегда одинаково. Я не это имел в виду. Обещаю. Скоро. Я вообще-то не это имел в виду. Ну ладно, смотри. Что еще хотел сказать? Он сказал, что будет очень сложно играть, типа, по сравнению с предыдущими. Но и предыдущие. Не забывай, я прошел обе идеально. Ну, практически. Первое, я бы получил худшую концовку, а мог лучшую. Мне не хватило, просто одну кнопку не успел нажать и все. И во второй части из-за дебильного управления я наилучше не получил. Только потому, что одна умерла, и все. А так-то я получил бы, если бы, опять же, там управление было нормальное мышкой. Чтобы мышкой можно было провести по экрану, нужно было бы вот так вот сделать движение. А не вот так вот. Вот так вот 10 раз херачить, пока не дотянешься. Охренеть. Всего пару недель назад здесь зависал садам. Это из Little Hope. Видел бы он, что стало с этим местом. Красота. Ну, это ж с Little Hope. У нас тут ЦРУ, у нас тут армия, Марпин. Ну, нечестно одних и тех же персонажей, я считаю, использовать для абсолютно разных историй, разных промежутков времени, еще и разных локаций. Боже, храни Америку. Это не нравится. Ладно, но на этом придется завершить. На этом все поставлены. Напиши любое комментарии, поставлены на канал. Скоро увидимся. Детететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететет